короче ребята думал я еду сейчас нет сигналь отчет я думаю думаю что случилось смотрю в общем назад шутку сумку нету сумки короче приехал кереку а я река дома нет магазина шоу меня не так понял я думал читать умеет я ему схемшот выслал там навигатора там писано когда я приеду всем привет друзья меня зовут вилли вы на канале битрайда и так сегодня у меня очередная покатушка такой опять же мини дальничок пробегом 550 километров в одну сторону я выезжаю из берлина вот на этом байке на этом красавцы и выезжаю из берлина еду во франкфурт на майне да я уже сказал 550 километров в одну сторону так что там я сниму отель поживу естественно все поснимаю расскажу чё да как оставайтесь на связи вот чтобы обостровалась В общем, погодный радар мне сказал, что дождя не будет, но он меня немножко обманул. Ну, моросит такой мелкий дождик, летит из-под колес вот эта вся требуха мелкая. Короче, визор мокрый, ну, влажность сильная, да. Но я на позитиве, все ништяк, мне нравится. Осталось мне до Франкфурта 429 километров до цели. Я еду не совсем во Франкфурт, а прям пригород. То есть рядом с аэропортом франкфуртским. Ну, практически Франкфурт, проезжать буду. Так что, вот такие вот дела. Еду я в среднем 130 километров в час, несмотря на такую погоду. Одел дождевик, оно тепло, нормально, классно. Так что, еду на позитиве. Осталось где-то 4,5 часа, ну, не считать, если остановок. Единственный нюанс, в чем я пролетел, это я взял с собой свой термос. Но не взял ни чая, ни кофе, ничего. То есть, ну, в случае, если замерзну, попью кипяточку, так, с агрессией изнутри. Но пока бодрячком, нормально все. В общем, так, камеру надо сейчас пальчиком вытерть. Вот так лучше будет, наверное, да? В общем, что? Балаклава, чтобы все сильно не намокло, буду ее одевать, а то будет потом влажно в этом шлеме. Ладно, я поехал. В общем, на связи. Короче, ребята, думал, я еду сейчас, мне все сигналят, что-то я думаю, что случилось? Смотрю, в общем, назад щупаю сумку, нету сумки, блин. А, сейчас доехал на запраску, оказалось, вот она моя сумка. Летела, крючком зацепилась, и я ее волочил, блин. А, жесть, блин. Сука. Блин, ну, слава богу, не потерялась. Я думал, уже все, потерял. А, она разорвалась, блин. Мешок сам. Главное, что я перчатки не потерял. А, жесть, блин. Все, надо отдыхать. Блин. Прикиньте, я уже думаю, ну, все, перчатки потерял. А, балдец. А, что, куда? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, как всегда по традиции, я показываю вам отель, в котором я заселился Дело в том, что я уже в этом отеле нахожусь вторую ночь У меня не было времени, конечно, заснять сразу момент, когда я зашел сюда Но думаю, в принципе, какая разница, сниму я во время того, как я здесь нахожусь Или раньше, или позже Так вот, итак, ребята, давайте покажу вам комнату этого отеля Сейчас я нахожусь в комнате, не в комнате, а в коридоре Тут у нас есть такой вот мини-бар Непосредственно в комнате Все оформлено в таком киношном стиле Видите, да, тут всякое такое Очень прикольно Тут вот мини-бар, можно покупать снег Там всякое мини-бар Бутылка пива, ой, евро 90 Кола, евро 90 Ну, в общем, ценники такие не очень Ну, пойдут, в принципе Далее, здесь у нас душевая комната Так, ну, в общем, ничего так Нормально, прикольно Все, баба какая-то Ладно, дальше давайте перейдем в комнату Вот здесь хоромы, да Это, ребята, это трехзвездочный отель Это три звезды Так Здесь у нас двуспальная кровать Опять же, все так это оформлено по киношному В стиле Мерлин Мурло Я знаю, что Монро, но я ее называю Мерлин Мурло Так что вот как-то все так стильненько На стиле Тут у нас, опять же, шкафчик такой зеркальный Я тут, вон Огромнейший телевизор Я хер его знает сколько Тут метра два по диагонали, наверное, да То есть, как бы номер разделен на две зоны То есть, первая спальная зона И вот зона отдыха, так скажем Здесь кожаный диванчик такой стильный Войру, тут все на стиле, вот Все в киношном стиле Джеймс Бонд, мужик какой-то Еще один мужик В общем Так что А, здесь вот еще такая бутылка с вином Типа, ну это опять же шкафчик Давайте в него заглянем Здесь, вон Два букала, две бутылки вина Даже конденционер есть, по-моему Вот он Спрятан В общем, вот такие вот дела Сегодня я съезжаю с этого отеля Сейчас я как раз помылся, одеваюсь Потихоньку собираю вещи Позавтракаю На завтрак не пойду А сделаю овсяночку Там я вчера взял бананчиков Орешков В общем, сделал овсянку Как я люблю Поем И выдвигаюсь дальше А план был сначала Сначала у меня поехать Через Кассель В сторону дома Там заехать к одному подписчику Ну, потом планы у меня поменялись Я решил поехать Через Ганодра То есть, там тоже живет приятель Как бы сказать Камрад по другому каналу То есть, у меня есть еще один канал Который я так особо Ну, не сильно не развиваю Сейчас времени нет Потому что концентрируюсь На этот основной канал Так вот, заеду к нему В гости, так скажем У него переночую Из Австрад Получается, выдвигаюсь домой В Перли Получается, я сейчас проеду 300 с чем-то километров Ну, нормально, в принципе И завтра мне предстоит тоже Около 300 километров до дома Как раз в воскресенье Приеду домой Надеюсь, погода Будет нормальная по дороге Лишь бы не было дождя Хотя, в принципе Если одеваешь вовремя дождевик То, в принципе То дождь не проблема Дождь становится проблемой Особенно в долгу Если вы одели дождевик Уже немножко намокнув Поэтому Немножко намокнув И потом ехать, скажем Несколько часов И все равно немножко не то Хотя, можно Я ехал вот С Берлином во Франкфурт сюда То есть, ну, нормально Я 300 километров под дождем проехал Потом дождя не было А уже был вечер Температура уже упала Наверное, градусов до 8 Если не меньше То есть пар изо рта шел Когда я останавливался Так что, вот так вот Кстати, на тему езды в дождь Вот я из этой поездки Много полезного опыта Для себя извлек Я сделаю, наверное, потом Отдельный видос Где расскажу Именно вот По своим ощущениям Что я понял Из этой поездки Может быть Кому-то из вас Будет это интересно И полезно А это будет обязательно Полезно и интересно Поэтому Так, ребята Кто еще не подписан На канал Обязательно подпишитесь Ну, а дальше следите В инстаграме Как, че Кстати, тоже Не забудьте подписаться На инстаграм В общем, так Еду я сейчас В Ганновер Проехал сейчас Кассель Недалеко На улице 7 градусов Я почему-то ожидал 10 Но Оно 7 градусов Могло бы быть потеплее Ехать, конечно, можно Но Могло бы быть чуть потеплее Так что я сейчас До Ганновера Мне еще 150 километров По навигатору Ну, думаю, сейчас Рывочек сделаю И доеду Попал тут под мелкий дождик Небольшой Вот так Вообще чуть-чуть Даже не намок толком Ладно Поеду дальше Короче Приехал к Ярику А Ярика дома нет В магазин ушел Он меня не так понял Блин, я думал Читать умеет Я ему Схеймсот выслал Там От навигатора Там написано Когда я приеду А он Что-то не допетрил Посмотреть Ну и, в общем Умотал в магазин Так что Жду его Я в целом А, да Забыл сказать Что я сейчас В Ганновере Доехал нормально В Ганновере Солнце Относительно Ну и Намного теплее Километров 100 назад Я останавливался Было Плюс 7 градусов Прохладно Ладно Чай попью Из термоса Что ли Пока его нет Короче, ребята Я все еще В Ганновере Ну, я не стал Человека стеснять Хотя он мне Предлагал Заночевать у него Потому что я рано Ложусь Рано встаю Думаю, ладно Сниму я отель Я вот сейчас заселился Вот в этом отеле Время сейчас Где-то 6 часов Я сейчас так подумал Они съездят ли мне В местный Луис Посмотреть, что там Я хочу себе взять Новое крепление Для Мобильника То есть Вот это крепление Мне не нравится Тем более Я потерял Одну резинку От него Ну, в общем Я хочу взять Другое Потом Сделаю Как раз Обзор Сравнение Этих Креплений Именно На спорт Так что Кому интересно Можете Потом Посмотреть Сравнение Сравнение Креплений 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем так классно все было И в итоге установили мы поняли что Он не подходит на мой мотоцикл из-за того что у меня айфон То есть он большой и там не получается не получается короче Жалко конечно крепление было это кто знает может быть SP То есть классная штука очень такая скромная Но вот на мой мотоцикл не потянуло Опять же это из-за того что у меня айфон 11 Pro Max То есть слишком большой Маленький бы восьмой айфон наверное бы там залетел Можно было бы претерпеть Ну вот как-то так Ну и соответственно то что оно не подошло Мне это стало понятно Соответственно мне не пришлось покупать эту всю беду Было бы обиднее Если бы я это все заказал бы где-то А потом понял что это мне не подходит И уже бы там покоцал бы все В итоге было бы обидно А так все нормально Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok